Предмет, который я буду сейчас делать, поможет решить мне сразу две проблемы. Во-первых, я избавлюсь от ненужных автомобильных шин, а во-вторых, у меня получится прекрасное дачное кресло. Для начала нужно скрепить покрышки между собой. Скрепляем шины крупными саморезами. К нижней части кресла я прикрепляю войлок, чтобы колеса не соприкасались с полом, и кресло было легче передвигать. Фиксируем войлок по краю мебельным степлером. Излишки войлока отрезаем. У кресла должна быть спинка. Для нее мы используем гнущуюся фанеру, которая изготовлена из особых пород древесины и обладает гибкостью. Волокна у этой фанеры расположены не как у обычной, а в одном направлении, поэтому она легко принимает нужную нам форму. Крепим спинку к шинам саморезами. Чтобы наше кресло стало настоящим, мягким и комфортным, я наполню его плотным мебельным поролоном. Спинку и верхнюю часть сидения я вырезаю из более тонкого и мягкого поролона. Большой поролоновый круг мы помещаем внутрь покрышки. Для этого понадобится серьезное усилие. Чтобы наши верхние подушечки не сползали, я зафиксирую их степлером. Мы накидываем поролон на спинку, крепим его при помощи степлера, а излишки отрежем. Вот такой чехол я заказала в швейной мастерской. Ткань выбрала стеганую с веселеньким рисунком. Внутри синтепон. От этого наше кресло будет еще более мягким и уютным. Субтитры сделал DimaTorzok